Приветствую вас! В последнее время в Грузии, как и во всем мире, наблюдается значительный рост новых случаев инфицирования ковидом. Пик роста в Грузии ожидают к осени. Оппозиция в Грузии потребовала восстановить фонтан Чачи в центре Батуми, который был построен в 2012 году при Михаиле Саакашвили. Раз в неделю в течение 15 минут фонтаном бесплатно шла настоящая Чача – крепкая виноградная водка, что вызывало восторги туристов. Фонтан Чачи вместе с башней расположен в небольшом парке на набережной, напротив трактира «Чайник» и ресторана «Украина». Пассажиропоток в Кутайском аэропорту полностью восстановлен по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а количество авиарейсов увеличилось на 21%. В июне месяце Россия вышла на первое место по числу визитеров в Грузию. Молодежная сборная Грузии по регби на встрече третьего тура летней серии шести наций обыграла Шотландию со счетом 55-17. Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Габриндашвили провела шахматный мастер-класс среди осужденных исправительных учреждений номер 12 и номер 16. Вчера в Твилиси стартовал 25-й джазовый фестиваль. Фестиваль открыла обладательница Пятигримми Таяна Ривз и ее группа. Цхалтубо станет современным баллиниологическим курортом мирового уровня, как в Баден-Бадене, Корловых Варах и других. Грузия выставила на продажу 14 санаториев для частных инвестиций, и вместе с этим государство будет инвестировать десятки миллионов лари для возрождения Цхалтубо. Де-факто парламент Абхазии планирует безвозмездно передать территории Бичвинты России. Руководство города Бичвинты, местный народный защитник и де-факто премьер-министр Абхазии считают, что это соответствует интересам Абхазии. Россия закрыла транзит нефти из Казахстана в Европу. Разногласия между Россией и Казахстаном возникли из-за войны в Украине. Канада ввела санкции против 29 граждан России, в том числе патриарха Кирилла, главы Роскомнадзора, против Марии Захаровой, Ирины Волк и других. Удачи всем вам!